В мировых СМИ нарастает истерия по поводу блокированного Алеппо. Якобы в городе оказались в ловушке не менее 300 тысяч мирных жителей. И уже сейчас над ними нависла угроза гуманитарной катастрофы. А сирийское правительство не делает ровным счетом ничего для помощи беженцам. Для того, чтобы развеять этот миф, мы проехали по пунктам помощи беженцам в Алеппо. Работа с вынужденными переселенцами ведется по нескольким направлениям. Например, эта пекарня работает только для мирного населения, которому пришлось оставить свои дома. Здесь мы выпекаем хлеб для беженцев, а потом мы развозим его по пунктам выдачи. А на этой кухне сирийцы готовят горячее питание для вынужденных переселенцев. В этих мешках рис. Из него мы готовим еду, которую раздаем нуждающимся. Я шеф-повар на этой кухне. За смену удается приготовить 25 тысяч порций. Но не только продуктами питания обеспечиваются вынужденные переселенцы. Мы находимся в районе Аш-Шафа. За моей спиной комплексный центр помощи беженцам. Здесь происходит сортировка, приготовление и выдача гуманитарной помощи нуждающему населению. В каждой порции минимум 500 грамм риса с приправами, а также 500 граммов похлебки. Беженцы, которым удалось выбраться с оккупированной территории, приходят сюда. Здесь они показывают документы. Сирийская провинция их регистрирует. Выдают специальный эталон, который подтверждает, что они действительно нуждаются в помощи. После этого они получают продукты питания. Здесь происходит не только выдача пищи, но также таких необходимых вещей, как подушки, матрасы и одежда. Поскольку в большинстве случаев у людей не остается практически ничего. И они бегут с территории боевиков просто в чем есть. Также все нуждающиеся могут посетить бесплатные клиники, которые расположены в Алеппо. Это район Аль-Магамбо. Здесь находится бесплатная клиника для беженцев. Террористы неоднократно обстреливали это место. В этих стенах лечат различные виды заболеваний, причем совершенно бесплатные. Если человек нуждается в операции, то ему выписывают направление в государственный госпиталь. Но самым главным аспектом в этой работе является размещение беженцев на правительственной территории. Мы находимся в районе 1070. За моей спиной вы можете видеть группу помощи Алеппо. До войны этот район предполагалось, что он будет элитным. Однако, когда наступила война, все строительные работы здесь прекратились. Сирийское правительство не могло просто так оставить эту ситуацию. И недостроенные дома сейчас были отданы от заселения беженцам. Как мы с вами до этого видели, государство предоставляет строительный материал. Беженцы получают его на пункте выдачи. Приезжают сюда и более-менее обустраивают свой быт. Вот в такой вот непритязательной обстановке сирийское правительство в кратчайшие сроки обустроило детский сад в одном из недостроенных домов. Таким образом, сирийским правительством созданы все условия для обеспечения временного пребывания беженцев. Если террористы не будут мешать мирным жителям покидать блокированные районы Валеппо, то в скором времени все они будут обеспечены всем необходимым. И полномасштабные гуманитарные катастрофы удастся избежать. Продолжение следует...